Крым Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооружённые силы, прямо скажем, блокировали вооружённые силы Украины, расквартированные в Крыму. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Российское издание «Бумага» опубликовало интервью с бывшими сотрудниками медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина, которые в этом интервью рассказали, как занимались антиукраинской пропагандой и публиковали фейковые сюжеты о преступлениях украинской армии. Напомню, что после того, как Пригожин устроил попытку вооруженного переворота, у него в России стали отбирать бизнес. И он прекратил финансирование своей медиа-империи, куда входила знаменитая фабрика троллей, а также многочисленные СМИ. И вот теперь сотрудники этих пригожинских СМИ, которые остались без работы, ходят и раздают интервью, в которых они рассказывают о том, как они работали на Пригожина, занимались пропагандой и распространяли лживую информацию. Один из таких сотрудников по имени Владимир Ягудаев рассказал российским журналистам, как делались фейки про Донбасс. Большая часть людей, которые в таких сюжетах представляли жертвами ВСУ, была подставными, нанятыми людьми. Эти персонажи повторяли про себя заранее заученные реплики, давили слезу. С ними также переговаривался оператор за кадром, инструктировал их говорить помедленнее или вот этот момент еще раз произнести, рассказывает бывший сотрудник Риафан. Это, кстати, самый известный сайт холдинга Пригожина. Ну а вот как раз пример такого видео, ну типа такого, которое снимали люди Пригожина, это как раз свежий пример. Женщина из Бахмута, ну якобы из Бахмута, она так говорит, значит, рассказывает российским пропагандистам о том, как украинские военные из западной Украины с чубами, ну конечно же все только с чубами, да, из западной Украины, значит, заставляли ее говорить «Слава Украине!» под дулом автомата. А те, которые именно в западной Украине, именно настоящие, с чубами, они нас ненавидели, они ненавидели нас напрямую только лишь потому, что мы за нами, только лишь потому, что я разговариваю на русском языке. Они заходят в магазин «Слава Украине!» и «Здравствуйте!» Для полноты картины у западенцев не хватало только вышиванок и шаровар, ну и, видимо, еще клыков. Все это звучит, конечно, дико смешно, просто невозможно это всерьез смотреть, но реально для миллионов каких-то дремучих темных россиян такое заходит, они вот это смотрят, верят, что реально ходят, значит, националисты из западной Украины с чубами и заставляют всех кричать «Слава Украине!». А вот еще один сюжет, это просто вот мой любимый шедевр российской пропаганды, я специально его даже сохранил себе на компьютер, это тоже для того, чтобы просто лучше понимать, о чем идет речь, какие сюжеты фабриковала российская пропаганда, в том числе фабрики Пригожина. Вот сюжет, в котором подставные жители Донбасса рассказывают, что они якобы лично видели, как украинские истребители сбили малазийский «Боинг» в 2014 году. То есть кроме «Боинга» были еще «Слава Украине»? Конечно, были, я тебе говорю, и это сбили его точно 100%, не только как «Бук», вот это, его сбили вот этот «Слава Украине». Здесь видели местные, вообще рядом видели это все. Даже два было истребителя. Один сначала летел с Саур-могилы, куда-то ушел, а второй вверх пошел. Как говорят «Бук», «Бук», не «Бук» его стрелял, его сбил, этот самолет догнал. Это без проблем. И тут все знают, что его самолет догнал. И вот это говорят «там», «там» его сбил. Никто его там не видит, это ракета, а его вот этот догнал и зацепил его. Да никакого расследования. Делается все специально против России, против нас, против ДНР. Против Донбасса. Америка и все там где. Да я тебе скажу честно, да, вот хочешь иди, мыть, верить. Это хотели сбить Путина. Да, хотели. Как раз все говорят, Путина хотели сбить, потому что чем они отличаются? У этого было на хвосте так, ну, так, полосочки тоже такие, даже. Вот. И у Путина как раз в то время пересекался через Польшу. Просто Путин, наверное, раньше или выше пролетел, или раньше. А хотели Путина зацепить, потому что они радовались, думали, что Путина забьют. Вот и все. Они знали, что хотели Путина сбить, и все. А Путин самый лучший президент мира. В принципе, всем нормальным людям с самого начала было понятно, что это дешевая халтура. Ну, ни один нормальный, уменяемый человек не верил в реальности этих роликов, над этими роликами смеялись. Но надо признать, что также существовали и миллионы людей, которые вот этому верили. Несмотря на то, что вот в кадре звучат абсолютно дикие какие-то фантастические вещи, над которыми хочется просто смеяться, но миллионы людей верили даже в такую дичь. И вот теперь мы видим, что сотрудники медиа империи Пригожина подтверждают, что да, все это действительно снималось за деньги. Вот эти все люди, которые все это буровят, это не просто какие-то сумасшедшие с улиц, да, которых нашли, а это конкретно подставные нанятые люди, которые за деньги озвучивают всю эту дичь про, значит, украинских националистов с чубами, которые ходят и всех заставляют кричать «Слава Украине!». Вот я в своих видео постоянно об этом говорю, что рано или поздно россияне всегда признают, что они врали. Вот все, о чем они говорили в 2014 году, сейчас, сегодня фактически опровергнуто уже самими россиянами. Они признали, что фактически все тогда, вся их пропаганда состояла из лжи. Они рассказывали, помните, нас там нет. Это там внутренний конфликт Украины. Сейчас уже ж никто такого даже не рассказывает. Уже никто не стесняется. Мы говорили изначально, что Россия агрессор, Россия пришла на нашу землю, цель России уничтожить Украину. Во всем оказались правы. Все так и есть на самом деле. Российская пропаганда кричала, что Донбасс отделится от Украины, заживет, начнется процветание, а Украина развалится. Мы увидели, мы говорили, что будет наоборот, и мы увидели, что все именно получилось так, как говорили мы в Украине. Мы говорили, что не будет никакого процветания, будет черная дыра, клоака с нищим, бесправным населением. Все развалится. Куда придет русский мир, там нормальной жизни не будет. Все случилось так, как мы говорили. И уже все, все россияне признают, что да, на Донбассе ужас, кошмар, жизни не было. И нет, на Донбассе все намного хуже, чем на территории Украины. То же самое про все эти преступления. Они изначально нам приписывали то, что делали сами. Мы в Украине говорили, что они врут, и опровергали их вранье. И вот теперь получается, все, что мы говорили, они сами признают. И они подтверждают, что да, все это вранье про страшное, значит, зверство-каратель, и все это просто изначально фабриковалось за деньги, нанятыми людьми. То есть они нанимали специально спикеров, которые сочиняли всю эту дичь, весь этот бред про преступления украинских фашистов. И дальше все будет точно так же. Все, о чем они врут сейчас, рано или поздно будет признано ими же самими ложью. Они рано или поздно все равно сознаются, что они врали, а мы изначально были правы. Поэтому, друзья, очень важно такую информацию распространять. Обязательно подпишитесь на мой канал, если не подписаны, и оставьте комментарий или лайк. Так видео получит больше охват, и вот эту важную информацию увидит больше людей. А эту информацию, как вы понимаете, действительно очень важно доносить.